Итак, вторая попытка. Вторая попытка, потому что там все запризилось. Все замерзло. Наверное, просто холодно, поэтому телефон замерз. Я переключилась. Я оттуда из той трансляции вышла, в новую пришла. Итак, спасибо за сердечко. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо громадно. Привет, привет, привет. Сегодня холодно. Ночью был такой сильный ветер. Кстати, у нас вчера прошло небольшой торнадо, недалеко от Орландо. Вот, чтобы не соврать. Ой, это... Туда, ближе, ближе, на севере Флориды, прошло от Орландо. Немножко повредила крыша людям. Ну, то есть, слава богу, без жертв. Ничего такой, легенькая торнадо сорвало немножко крышу. Ну, не сорвало крышу, но что-то было. Сугут. Сугут или Сургут? Что случилось? Веснет, да, веснет, ага. Я с рукавчиком, потому что холодно. Я, как я уже сказала, только что приняла холоднючий или денючий душ. И что-то потом примерзло. Все, я уже, конечно, настолько привыкла к этому теплу, к этой жире, что... Да, я привыкла, я привыкла к айфону. Вера Бич. Привет, привет, Вера Бич. Там где-то, там где-то в той стороне прошло торнадо, немножко севернее. Как не хамить советчиком? Чего? Не знаю. Ледяной душ. Не знаю, как не хамить. Не знаю, как не хамить. Не у меня спрашивайте, потому что я иногда сама порываюсь на хамить. Итак, у нас в комнате у меня получается 18 градусов. Люблю вас, спасибо за все, спасибо. Я сняла белье, все в стирке. Соловей мой заливается, как всегда. Документы, документы, вот пачка документов на визу. Что-то штаны с меня спадают. Что-то спадают штаны с меня. Ищу себе платье, ищу себе... И ничего не могу найти. Уже перевела все сайты. Вызвезда... Отличная температура, спать хорошо. Спать прекрасно, когда... Ну, ветер, конечно, сильно поддувал. И у меня вот эти вот... Как они называют? Жалюзи. Они так друг от друга хлопали всю ночь. Мне пришлось немножко спустить вот так окно. Ну, видно, как... Видно вот ветерочек, и видно, как они хлопают. Столовышко. Я думала, меня с кровати снесет ночью. Но ничего. У меня муж получал визу в Россию недавно. Вот они там, проблемные в посольстве. Удачи вам. Спасибо большое. У меня вроде все готово. Там мне написали... Я переписываюсь. Мне присылают электронные сообщения. Там девочка, русскоговорящая Оксана. Она прислала, говорит, что-то там я неправильно запомнила в анкете. Я перевернула всю анкету, не могу понять, что неправильно. И так как были праздники перед 23 и 23 февраля, там никто не работал. И вот сейчас я... Сейчас я жду уже ответ. Я надеюсь, я надеюсь уже закончить. Уже надоело мне с этой визой. Скорее бы или получить, или не получить. Уже честное слово. Ну, конечно, хочется получить. Конечно, я очень надеюсь. А мы с Оксаной общались. Какой Оксаной? Екатеринбургу привет. У меня было гражданство украинское, когда я получала. Нет, пока никто не ответил. Нет, Маримека пока никто не ответил. Я удалила. Я удалила. Потому что действительно люди пишут правду, наверное. Я просто... Я никогда в жизни не была на центральном телевидении. Я понятия не имею о рекламах, там о чем-то. И мне там пишут, что реклама стоит там десятки тысяч долларов, там чуть ли не миллионов. И, конечно, если я хотела бы туда поехать и сделать рекламу Маримека, мне просто никто не позволит. Наверное, люди правы. Просто, опять же, у меня опыта нет. Я так, по простоте душевной думаю, вот я сейчас делаю им рекламу. И потом, когда я поняла, скорее всего, что у меня это не получится, я просто убрала это видео и на этом закончила. Теперь мне надо ехать покупать какие-то подарки для ведущих. Что-то с символикой Флориды. Я не знаю, даже понятия не имею, что... Ну, майки, кто их будет, эти майки носить, не знаю. Здравствуйте, Людочка, девочка наша. Привет, Сюжно-Соколинска. Привет, Сюжно-Соколинска, мои девочки, мальчики. Или кто там? Ты девочка или ты мальчик? Ай, нет, 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 не увидела. Визу многократную получать. Нет, визу получаю на один раз. Одноразовую. А зачем мне многократную? Самбульчик там уже исхудал, весь ждет встречи с вами. Мой мальчик золотой. Да, прям исхудал. Это худение никому. Фу, какая, Гузеева бутылки водки хватит. Фу, а что, а почему такое отношение к Гузеевой? Зависть, наверное, красоте ее, доброте ее, талантливости ее, популярности. Да, я думаю, купите аллигаторские головы, но они же не просто головы, они засушенные как-то. Там, черти что, повезу я головы аллигатора. Нет, ведущие любят поесть. Но я же не буду с собой везти еду отсюда. Лондону привет. Вас плохо слышно. Сибирь привет. Я вас люблю, я вас люблю. Пафоса много. У кого пафоса много? В Гузеевой? Ну, я хочу сказать, победителей не судят. Если Гузеева забралась на такой Олимп, признана всей страной уже в качестве лучшей ведущей, то вот это поплевывание в ее сторону выглядит, ну, не то, что неприлично, а как-то даже, как-то, пфф. Ну, плюются те, кто завидует. Не боюсь, абсолютно не боюсь. Точно подарите свои картины. Гузеева, обожаю за ее чувство юмора, жизненный опыт. Гузеева просто она, она невероятная умница. Привет из Тараза. Вот, если честно, что такое? Тараз, где это Тараз? Я прошу прощения, но я вроде, у меня, у меня вроде все хорошо с географией, но почему-то никогда, никогда не встречала город под названием Тараз. Очень нравятся ваши видео, воспоминания о ваших мужчинах, побольше бы таких. Лилечка, я тоже тебя люблю. Ростову привет. Василиса, Василиса, вообще слов нет. Василиса, это умнейшая, наверное, женщина, я могу точно сказать. И наверняка все со мной согласятся. Ее прекрасная речь, какие выводы она делает, как она все это сводит и выводит, это она просто, вот с нее надо брать пример. Я, если честно, завидую ей. Я завидую таким людям, которые умеют так красиво говорить, как Адель Ривьера. Я ее слушаю, я всегда поражаюсь, думаю, боже, он откуда, как, как? Вот почему, как человеку такой, то есть кому-то дано петь, кому-то дано прессать, кому-то дано там что-то. Но вот есть определенная категория людей, кому дано вот так красиво излагать свои мысли, так точно, так четко, так складывать эти предложения. И, если честно, я завидую. Саундпасс привезите, очень красивая станет еще. Василиса была сегодня в Перескупе. Я не думаю, Роза, кстати, Роза кайфовая. Я там на Фейсбуке выложила видео, где там пришел жених, 55-летний девственник Александр. Кино от немцы, конечно, такой шкодный. И как Лариса, Лариса говорит, Лариса, Александр, я же в прошлый раз преподала урок, как знакомиться с женщинами, ничего не получилось. Он говорит, не получилось, со мной познакомился, она обещала позвонить, так и не позвонила. А Лариса говорит, хорошо, я сейчас еще раз преподам урок. И Роза говорит, Роза, ты длинноногая блондинка, умная, добрая, веселая. Как Роза выгуливала этого девственника, какая молодец. На завтрак у меня кусочек сыра маленький. У Розы неплохой характер. Роза, а кто знает Розу? Вот мы Розу видим только по программе. Кто знает Розу? Вот кто меня, например, знает? Я выхожу, например, в своих видео 20-30 минут в день, и это не значит, что я такая. То есть я все равно, я перед камерой, все равно я как-то концентрируюсь. И как-то в жизни совершенно другая, чем в видео. Кстати, многие люди, которые со мной встречаются вживую, говорят, что я абсолютно другая. Потому что когда ты сидишь перед камерой, это одно. Камера тебя обязывает. Следишь за своей мыслью, следишь за своими словами. И опять-таки я всегда за рулем. Я часто, я часто, когда я сама заметила, я часто, вернее, сама знаю, я когда еду, я часто отвлекаюсь. Начинаю что-то рассказывать, начинаю с Ивана, заканчиваю за болван. Но это нормально. Я знаю, что вы, девочка, наша и прелесть наша. Ты моя прелесть. Мне кажется, вы разочаруетесь после... Я не разочаруюсь, нет, абсолютно. Дело в том, что я знаю, на что я иду. Я знаю, как ведет себя Гузеева, как ведет себя Роза. Даже если будут какие-то выпады в мою сторону, это абсолютно нормально. Потому что я это уже все видела, я это все уже прошла. И даже если они на мне где-то там оторвутся, ради бога, флаг им в руки. Вы уже созванились с нашим, которых встретили на парковке недавно. Нет, не созванивалась. Я с ребенком, мне никогда было. Опять же, у меня проблема с... Вы хотели бы, чтобы ваш мужчина путешествовал, был везде с вами. Ну, если он будет, так он будет путешествовать на пяток. И я еще раз говорю, что я абсолютно трезвый человек. Я прекрасно понимаю, что, во-первых, где найти в России мужчину с моим ростом, выше меня ростом, метр восемьдесят раз. Чтобы он был привлекательный, красивый, без тату, без серег в ушах, без необвешенной цепями. И чтобы к этому он еще был умный. Такого разве можно найти на просторах бывшего Советского Союза? Как говорят, высокие, красивые, умные мужчины разобраны еще щенками. Поэтому я абсолютно ни на что не надеюсь. Я просто поеду, а с другой стороны, а вдруг Бог даст? Ну да, даст. Меня там спрашивают. Значит, он будет альфонсом, говорят. И что только они говорят. И люди так кайфуют, радуются, что вдруг у меня попадется альфонс. Да пусть он будет альфонсом, у меня достаточно денег, чтобы прокормить двоих. Ради Бога. Если есть категории людей, которые катастрофически не могут заработать денег. Ну и что? Это не делает человека плохим. Ну и что? Если это семья, семья нужно делиться. Когда заберете. Кого заберете? Вот мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Я только что сказала, что по моим запросам, у такого мужчины, у которого я хочу, его найти нереально. Даже если он, может быть, и будет высокий, красивый, умный и все прочее, бывают такие моменты, что человек просто немой. Вот ты смотришь на него, а он вообще... Даже смотришь, ну казалось бы, ты обязана влюбиться в него и раствориться в нем. А он просто немой. Для того, чтобы вспышка была, это бывает крайне редко. Поэтому, если мне там даже и представят, вдруг каким-то чудом найдут трех достойных мужчин, это совершенно не значит, что я в кого-то прямо влюблюсь или где-то там сверкнет какая-то искра. Ради бога. Скажите мне, сколько случаев было, что после программы «Давай поженимся» люди поженились? Сколько там? Десять, двадцать пар, может быть. Я буду выбирать. Высокие ли шансы получить визу? Я не знаю. Я никогда не пробовала получить визу в Россию, не знаю. Любви он, дорогая, спасибо большое, я вас обожаю. Спасибо, я тебя тоже обожаю. Я не знаю, когда выйдет. Дело в том, что мы вообще рано говорим. Я еще не получила визу, я еще не приехала в Москву, программа еще не снята. Откуда я знаю, когда она будет, выйдет ли она вообще. То есть пока загадывает, ну какой ветер, вон такой ветерочек. Зачем сейчас что-то загадывать, опять же, делить шкуру неубитого медведя? В России уже никогда в жизни, ни за что. Я много раз говорила, я уже настолько здесь привыкла к постоянному лету, для меня постоянное лето, и где-то чуть-чуть похолодает, или солнце спрятится, и мне уже не по себе. Я не переживаю. Я не переживаю, но все равно хочется, хочется уже скорее получить и забыть. А вдруг встретить именно такого своего человека, как Дуглас. Ну, как Дуглас я такого человека уже не хочу, у меня уже был Дуглас, зачем мне такого как Дуглас? Мне нужно лучше что-то, теперь уже понятное дело, на педсамарелите. Дай бог, дай бог, что мне вес дали. На лабутенах? Что такое лабутены? Я не знаю, что такое лабутены. Я одену какое-то платье, не знаю. Платье? Вчера чуть туфли не купила. Нашла такие красивые туфельки на маленьком каблучке, такие прям серебряные. Ну, такие, такие, Майкл Корс 150 долларов стоили. У них не было моего размера. Тухлило бы. Я не знаю, что такое тухлило бы тело, честно. Говорите русский язык, пожалуйста. Фирма Огуби. А, не знаю, не знаю. Я не знаю, что такое фирма. Я такую фирму не знаю. Она и не переживает. Люда всегда найдет плюсы, даже если. Да, я всегда найду. Кроссовки классные купили. Да, кроссовки классные. Нет, брюки я давно уже не ношу. Я всю жизнь проносила брюки, всю жизнь прятала свои красивые ноги. И теперь, слава Богу, мне дочка вразумила. И я теперь ношу только платье. Это туфли с красной подушвой. Нет. Красивое платье фирмы. Неудобная лабутина. Я проживаю здесь 11-й год. С Дугласом общаемся каждый день, да. В Финляндии привет. Сейчас я покажу. Я покажу свои. Я кроссовки покажу. Вот это у меня все уже. Вот это у меня уже все лежит. Готова поехать на Россию. Это я в ногу купила обувь. Там у меня куртка, там у меня это. Тут у меня подарок. Подарок кое-кому. Кое-чему. Так. Хулио, ты можешь немножко помолчать? Да, давай, муж. Сейчас, сейчас, сейчас. Пусть чуть-чуть поедет, а то... Так. Ленинград. Прям всем глаза на лабутины. Побольше ваши видео с кулинарией. Вы, женщина, вообще красивая. Все, спасибо. Да, Биби, да, да, да. Вчера, наверное, кто-то смотрел. Да. Я перед тем, как покупать, я написала внуки. Я говорю, Данюк, бабушка, тебя не будет шокировать в таких, в таких, в таких, в таких, в таких, в таких, в таких бабушках? Как бы это... Ой, Бибешка, вообще, отличная фирмочка, но она, конечно, для молодежи. Ну, с другой стороны, я, что, не молодежь. Выпозитив, спасибо, дорогие. У вас не до Марк-музей. Да, я еще, кстати, я еще не разрисовала. Вот такие шикарные просто. Вот она, Бибеточка. Сюрприз не знаю. А мне сюрприз не надо, я невеста. Сюрпризы, женихи, пусть, как сказать, это... Дай вам Бог и связи, и хорошего мужа на всю жизнь. Я еще раз говорю, я... Да, спасибо, громадное, но я особо не рассчитываю ни на каких мужчин, потому что у меня слишком... У меня слишком завышена планка на мужчин, и поэтому, ну... Я не верю, что подобные мужчины существуют. Классный. Что еще, что еще здорово в них... Сейчас. Это для себя я купила. Я купила в Мессис вчера. Зашла в Мессис, и у них... Сейчас покажу. У них цена была, вот у них была цена, они стоили до того 89. 44, я когда пошла платить, я заплатила 22... Сейчас покажу. 22,5 копейки, просто копейки. Ну, сейчас точно скажу, сколько я заплатила. 23, а, 22,25, вот. 22,25 за такие шикарные кроссовки. Я что-то покажу, сейчас прикольно, сейчас покажу. Вот, пока вот. Тут еще включается. А где? Подошвы, вот он. Осторожно, не приближайтесь. Девушка на таких скорых ходах. Это просто уже... Да. Вот такие вот красивые ботиночки мои, такие сверкающие. Это несерьезно. Что несерьезно? Не робите на передаче. Ну, я постараюсь не робить. Я никогда не рассматривала мужчину для здоровья. Я когда слышу, говорят, что мужчина для здоровья, честно, меня выташнивает. Что значит мужчина для здоровья? То есть для секса? Фу, какая гадость. Просто для... Нет, нет. Прежде всего должна быть душа, должны быть какие-то чувства. И потом уже для здоровья. Это мне. Это не внуку, это мне. Я буду такая красивая. Внуку написала. Я говорю, Данек, я не буду тебя шокировать. Он говорит, бабушка, покупай. Покупай, покупай. Так, классно. Говорит, под черные штаны. Я купила себе новые штаны. Сейчас я покажу. Вообще не буду показать. Зачем? Я Майкл Корс купила штаны. Выключайся. Вот так вот, все. Позитив. И дочке тоже отправила. Я говорю, доченька, ну ничего, что это... Она говорит, мама, тебе сколько лет? Ты что волнуешься? Конечно. Я говорю, кроссовки точно для тебя. Для молодой красивой. Здравствуйте. Такие тоже хочу классные. Вот 22 доллара. Та люди, 20-летняя девушка. Внучок прикалывал. Ну почему же ты такая вредная? Внучок прикалывался над бабушкой. Клевая, пора на дискотеку, да? Угу, пора. Ну, значит, я буду малышкой, раз увидели малышей. Завидуйте молча. Вот те завистники, которые пишут, завидуйте молча. Уже кто не знает, что... Уже поддержу подростковый. Я и есть подросток. Ночью по Красной площади точно и сверкать. Точно. У нас штаны от Корс 250. Я купила спортивные штаны от Майкла Корс. Сейчас я покажу, если... Я просто жду, пока у меня постирается белье. Я почему открыла... Я почему открыла перископ? Потому что жду, пока постирается белье. У меня два такие большие матраса. Мягкие, красивые. И жду, пока постирается белье. Вроде все сделала. Вроде все-все-все. И по видео сделала все. Думаю, ну давайте перископчик. Ну-ка, где мои штанишки? Вот они. Вот они. Я их уже в Горлинсоне купила. Так, а вот кому нужно вот эти бабские штучки показывать штаны? Да показывать штаны? Ну с другой стороны, а почему нет? А почему нет? И опять-таки, может быть, если я куплю что-то лучшее, я их сдам. Потому что, если честно, такие уже спортивные сильно штаны, они не особо подходят под такие кроссовки. Но это вот так, когда начинаешь готовиться одеваться, и потом двинешься мозгами, и зачем это вообще... А, Кельвин Кляйн. Я думала, прошу прощения, я всегда их путаю. Кельвин Кляйн. Они очень хорошо на мне сидят. Они такие тоже тепленькие. Ну у меня есть белые джинсы, у меня есть голубые джинсы. То есть я все это возьму с собой. Это так вот на первый день, потому что я не знаю, как я буду себя вести в условиях мороза. Добрый день. Обед в ресторане 20 долларов. Где это? Лучше показать штаны. Сам Белла просит показать трусы. Для Людмилы с долами в России любой отдых класса люкс будет дешевым. На танцы, конечно, хожу. Каждый вечер хожу на танцы. В ГЕС джинсы. Я почему-то я... Нет. У меня есть джинсы. У меня есть джинсы, как сказать. Ой, макишка. Ли, ли. Опен, 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 опен. Так что... Вот такие вот симпатичные такие штанишечки. Черненькие. Не знаю, как они будут смотреться. Ну, собственно, что мне? Что мне, жениться, что ли? С другой стороны, почему нет? Будет видео с Самбелом обязательно. Но я не знаю, он едет... Если мы успеем встретиться, потому что он едет рано. Я приезжаю... Я прилетаю только 16-го. Если не 17-го. Ну, красотка. Плях и мух. Да-да-да. И теперь у меня вызывает сомнение моя. Куртка черная. Может, мне уже куртку поменять. Но, опять же, я хожу. Я, опять же, хожу и смотрю. Если что-то мне попадется более интересное, конечно, я все сдам. И я еще, может, и с кроссовками посмотрю. Я просто хожу, что-то нахожу. Самвел. Это Самвел Адамян. Наберите Самвел Адамян. Выскочит его видео. Брючки хорошие, да. Хорошие. Даже если я их... Я все равно их оставлю, потому что я иногда зимой... Ну, в такое холодное время я бегаю. У меня старенькие уже в станишке. Тоже хорошие, любимые. Уже оставлю, те выброшу. В марте нам там еще не особо тепло. Так что будет в куртке. Сделайте побольше видео с Самвелчиком. Обязательно. Зачем вам Самвел? Я Самвела обожаю. Вот честно. Кроссы просто бомба. Мне писали, что кроссы говнянские. Вот и как понять людей? Один пишет бомба, другой пишет... Другой пишет гадости. Погодка у нас замечательная. Смотрела посылку Самвела, да. Я делала борщ и смотрела посылку Самвела для Самвела из Италии. Покажи, да покажи. Покажу. На голове вот такое вот. Брови еще не успела накрасить, потому что никуда вообще не собиралась, не собралась пока. У нас еще рано. Время 9 часов. Это если я проснулась. Ну, в 3.30 где-то я проснулась и все, уже спать абсолютно не могла. Потому что вчера опять рано легла и опять... Да, люди завидуют. Комплексы знаете, да. Суперский кросс. Спасибо. Я вас люблю. Я тебя тоже люблю, моя дорогая. Главное, чтобы вам нравилось. Вкус у всех разный. Да, у меня есть мой вкус и я всегда его придерживаюсь. Единственное, что когда я такое слишком молодежное покупаю, я все-таки внука на всякий случай спрашиваю. То есть, если бы я была без внука, без дочери одна, я бы спокойно купила и пошла. А потом думаю, а вдруг внук там что-то скажет. Я говорю, ну нет, ты как считаешь, если бабушка вот такие кроссовки, бабушка, отвал башки, покупай. Только недавно смотрел ваше видео на ютубе. Если не нравится, можно промолчить. А зачем? Люди же приходят сюда именно, чтобы найти какую-то гадость. Я вчера пошла делать, вернее, я не пошла делать массаж, я пошла смотреть покупки. Зашла в Fashion Square Mall. И прохожу мимо, а там оказалось открыли новенький такой небольшой, как сказать, небольшой такой спа, помещение маленьких размеров, ну совсем крошечное такое. И я прохожу мимо, смотрю, женщина сидит на столе вот в такой вот позе, скунила голову, и мужчина ей массажирует локтем спину. И мне так захотелось массаж, я, кстати, давно не делала массаж, я одно время полюбляла, ходила часто. Я даже была членом Envy, Envy, Massage Envy. Там массаж, часовой массаж стоит 35 долларов. Но, что плохо там, там нужно на массаж записываться. А мне надо так, я вот проезжая мимо, мне сбрело голову, хочу сейчас, прихожу сейчас, все занято, поэтому я оттуда ушла. Конечно, мне приходится больше платить, но зато я делаю, я делаю тогда, когда я хочу. Я не могу вот это записываться, потому что запишешься, потом куда-то тебя, куда-то тебя в ветром зависет. Я купила кресло массажное. Ну, кресло массажное никак не сравнить с тем, что с руками живыми. Тем более, там был мальчик такой, ну мужчинка такой, по всей видимости, китайцы, забыла у него спросить. Я хотела сделать часовой массаж. Смотрю, он такой немножко уже уставший, это было вечером. Я ушла от него где-то в половину восьмого. Думаю, нет, я на полчаса заказала массаж. Я заплатила этот массаж, что 35 долларов в полчаса и 5 долларов на чай. Там прямо, когда платишь карточка, высвечивается типс. Я пекала, пекала, не могу я на этом. Или помоги мне, как вести эти типсы. Короче, 40 долларов мне обошелся массаж и уже в следующий раз, может быть, даже сегодня я поеду на час. Но это надо пораньше, пока он не уставший. Ну, конечно, у меня такой массаж, он мне так, массаж всего тела получается. Он мне сзади голову так давил, он мне шею где-то так надавливал, что аж где-то простреливал, аж где-то вот. Вот, то есть я встала от него, спинка сразу расправилась, такая красота. И ноги, когда икры дотрагивался, как-то нажимал на икры ног, и вот прям аж такая приятная боль была. И спину в позвоночник, что-то там пальцы втыкал, втыкал мне в позвоночник. Ой, немножко больновато было, но в то же время кайфово. Поменяйте куртку на светлую. Я поменяю куртку на другую, если я найду. Если я не найду куртку, я не буду специально ходить искать. Я в Москве проводу там 7 дней. Я не собираюсь там ходить кому-то строить глаза. Я приехала и уехала. Так, до свидания по поводу тиц. До свидания. Have a good day. Люблю ваше видео про просящих и несчастных. Да, но, к сожалению, этих просящих и несчастных очень много, и они просто кайфуют от того. Я так эти маки люблю на заднем плане. Просижу зиму. Просящие, конечно. Надо вообще... В моем лексиконе нет слова «дай», «помоги», и «я устала». Когда смотришь, «я так устала, пришла с работы, что ты устала, на заднице сидела целый день на работе». Ну, что можно устать? Слово... Когда человек произносит фразу «я устала», автоматически посылается какой-то посыл ей в мозг, и она действительно чувствует себя усталой. Никогда нельзя говорить «я устала», «мне плохо» или что-то. «Я жизнерадостная», «я никогда не устаю», «у меня всегда всё хорошо», «я всегда энергичная», «я бодрая», «я всегда весёлая». Вот так надо говорить. Когда люди начинают жаловаться, это, конечно, ужасно. Они сами себе портят жизнь. Я родилась в Ялте, я родилась в Крыму, это была Украина. Сначала это был Советский Союз, ну, собственно, это была Украинская Республика, Республика Украина. Просто конфетка. «Моя квартирка, да, просто конфетка, я сделала всё это сама». «Екатеринбург, Инночка, привет». «Люди работают физически несколько смен, вот и устают». Нет, если я... Нет, когда человек стоит на ногах целый день, даже девочка, которая работает по ревмаферам, она стоит на ногах, и она приходит, говорит, я устала. Она не устала, у неё устали ноги, это не значит, что она устала. Если ты молодая, здоровая, о какой усталости может идти речь? Ты же не стоишь вот так вот 10 часов в день? Ты же бегаешь, прыгаешь, бегаешь, прыгаешь. Да, ножки немножко устают, но это не значит, что ты устала. Вот это слово «устало» люди употребляют слишком часто, сами загоняют себя в какой-то депрессия, потому что мозг схватывает и заставляет их тело чувствовать усталость. Хотя откуда усталость? Усталость, когда люди работали раньше на шахте, вагонетки вручную толкали в темени и дышали этой гадостью. Я терапевт, у меня 40 пациентов, высасывает всю энергию. Я представляю, бедная. В Турции плюс 30, вау, ничего себе. Короче, у тебя хоть вместо статуи свободы? Меня вместо статуи свободы? Давайте. Как она вот так скажет? Дайте мне факел, я буду статуей свободы. Да-да-да. Сегодня была в магазине Мари Мэка у нас в Хельсинки. Сразу вспомнила вас, какая красота. Ой. У нас был магазин Мари Мэка, у нас был в Майами, а потом его закрыли. Я когда-то, несколько лет назад, ездила в Майами. У меня где-то даже видео оттуда есть с магазина Майами. Я, конечно, кайфуюсь их. Именно с Маком. Мне нравится Мари Мэка только Маки. Не только Маки, там еще есть некоторые ткани такие яркие. Но не все, конечно. Какие-то последние ткани, какие-то странные последние ткани. Там никакого арта нет. Не знаю. Не знаю. Поэтому, собственно, я и написала Мари Мэка, что... Вернее, обратилась к Мари Мэка, что у меня есть... А, кстати, написала я им. Я нашла им... Я нашла имейл Мари Мэка и написала им, что у меня есть мой рисунок. Я не отправила, но с ним, чтобы не сперли. Я видела ее дом. Чей дом? Я думала, вы даете свой рисунок. У меня есть рисунок для Мари Мэка, да. Но я пока вообще его никому не показывала, потому что... Ну, такой яркий-яркий, красочный. Но тоже вот такой стайл, такой же стайл, вот такой вот. Я прочувствовала Мари Мэка сразу. А подсветка на кроссах отличается, всегда работает. В финском магазине очень много японского. Привыкли к iPhone? Привыкла к iPhone, да. Не снимайте людей в России. Я не буду людей снимать. А зачем мне? Не, я не буду, конечно. Мари Мэка, есть номер российский, ваш дом на гугле. Ну и что, что? Да, есть мой дом на гугле. И что дальше? Ждите гостей. Я гостей не жду. Все гости, которые придут, тут же будут звонить в полицию. Я у меня с полицией уже... Ко мне, пожалуйста, домой не приходите. Потому что я уже сообщала несколько раз. Тут надо быть очень осторожной с полицией. Я сообщала несколько раз, когда ко мне приезжали, мне в двери звонили. И я просто звонила в полицию, потому что, извините. Я никого не приглашала. Мой дом, моя крепость. Поэтому кто из вас любит... Кто из вас любит нежданных гостей? Вот так, бухты-барахты. Я, может быть, сплю. Я, может быть, в конце концов, с мужем любовью занимаюсь. Я, может быть, хожу растрепанная или больная, или еще какая-то. Чего ради я должна выходить, кому-то открывать дверь людям, которых я не ждала. Если у вас не хватает мозгов, те, кто хочет встретиться. Если у вас не хватает мозгов написать в личное сообщение и предложить встречу, то извините, кто вам доктор. Поэтому, если придете, пожалуйста, если придете, вас будет ждать полиция. Ну, полиция приезжает ровно через полминуты. У меня уже были такие случаи. Потому что я, честно говоря, устала. А я не знаю, с чем человек идет. Может быть, он сейчас пистолет вытащит меня застрелить. А зачем? Я человека вообще не знаю. Поэтому, естественно, мне так и сказали, не переживайте, звоните сразу. Вы человек публичный, страшно, когда... Ну, не такая уж я публичная, и ничего страшного. Ну, все равно меня просто перекашивает, когда люди идут ко мне в дом без... Я понимаю, если бы не было телефона, невозможно было бы связаться. Со мной можно связаться, сказать, давайте встретимся. Можно я там, давайте где-то... Почему именно у меня дома встречаться? Пригласите меня к себе домой, пригласите меня в кофейню какую-то. Нет, люди будут идти под дом, приезжать, и тарабанить, и ждать. Когда на машине я подъезжала, они стояли, просто постучались, и говорю, я не выйду. Только они стояли часа два, наверное. Но потом все-таки я вызвала полицию, потому что я не знала, что у людей на уме. Гражданство? Я гражданка США уже почти 10 лет. Да, да. Ждите в гости. Я нашел ваш дом в гугле, ну и что? И твой дом в гугле есть. Все дома есть в гугле, вот удивил. Ждите в гости. Приходите. Встретитесь в полиции. Кстати, полицейские красивые, может, кому еще и повезет, если девушка придет. Может, у них Россия найдет. Чтобы не делать. Так что... Не надо меня в гости приглашать, не надо мне. Есть, мы цивилизованные люди. Есть кафе, есть рестораны, в конце концов. Да, в кофейне встретились, да поговорили, если на то пошло. Но опять-таки я ни с кем не встречаюсь, потому что у меня сейчас маленькая внучка. Мне вообще ни до кого, ни до чего. Я пенсию вообще получать никогда не буду. Я никогда не буду пенсионеркой. Да, на гриле я готовила, я выставлено веню. Если я вдруг начну получать пенсию, я соглашусь с тем, что я пенсионерка. Никогда. Мне до пенсии 44 года. Время вон часы на стене висят. Без 10, 9. Я вообще, я простила, я простила Украине мои деньги, которые там я работала. Если когда мне выйдет срок на пенсию, пусть отдадут малоимущим. Мне деньги не нужны. Я способна сама зарабатывать. И у меня все прекрасно. Пусть у меня нет миллионов, но во всяком случае, я всегда стабильна. Я всегда чувствую себя прекрасно. То есть мне на мою жизнь, скромную жизнь, вот так вот хватит. Поэтому ваши дети смотрят ваши видео. Не знаю, может быть и смотрят. Никогда не спрашивала. Самая маленькая пенсия в Америке. 600 долларов. Дело в том, что я не работала здесь ни одного дня. И те люди, кто не работала здесь ни одного дня, я только говорю по Флориде. За другие штаты я не знаю. Люди получают 600 долларов пенсию. Ну, если вообще не... Ну, если работали где-то там. Это social security, это не пенсия. Пенсии как таковой здесь нет. Есть social security, либо вы когда работаете, вы платите себе пенсионный фонд, какие-то суммы отчисляете, и ваш работодатель тоже какие-то суммы туда отчисляет. То есть как таковой пенсии здесь нет. Есть social security. У меня муж всю жизнь проработал, ну, участником проработал. Он строил дома, у него была своя фирма. Он получает 1200 долларов, он получает. Ну, чуть-чуть меньше 1200 долларов пенсии. Если военный, военный будет получать 2-3, а то и 4 тысячи пенсии. Поэтому я хочу сказать, что мне 600 долларов никакой погоды не сделают, и я просто их не буду получать, мне они не нужны, если честно. Так что... Я знаю, что 9-1-1, да, 9-1-1, да, да. Мешательство личное, да. Дело в том, что есть понятие частная собственность. Если кто-то нарушает мою частную собственность, кто-то пересекает... То есть я могу написать private note-rasspassing. То есть если даже кто-то зайдет, я тут же вызову полицию, человека буквально просто посадят в тюрьму, если он видел знак note-rasspassing и прошел. Ну, такого знака у меня нет, я его ставить не буду, мне это, конечно, не нужно. Но если, допустим, кто-то приехал, и я не открываю дверь, звоню в полицию, потому что я просто звоню в полицию, я не знаю, с какой целью пришел ко мне человек. Тем более, когда я говорю, я не выйду, дверь не открою, до свидания. Они все равно стоят, естественно, у меня какие-то подозрения. Я тут же звоню 9-1-1, но тем более, что там уже меня знают. Не то, что знают, там уже есть определенная отметка. Они через полсек... через три секунды вы уже услышите рев сирены. Все правильно сделали. А как иначе? А как иначе? Я обожаю Макдональдс. Что за глупости? Правда, что Макдональдс кушают только бездомные негры. Если бы кушали только бездомные негры, Макдональдс не был бы мультимиллиардером. Правильно ничего. Интересно, что мне полиции сказали. А это уже не мои проблемы. Ну, полиция просто... Дело в том, что полиция приезжала, они просто спросили документы и отпустили. Там они даже не... Просто. Что вы хотите, до свидания. Никому они... полицейским 300 лет не нужны. Да, Макдональдс называется рестораном. Хотя какой-то ресторан... Ну, тут таких, как ресторанов, как у нас, там, допустим, на просторах Советского Союза с музыкой. Таких ресторанов нет. Может, где-то есть, просто я не видела таких ресторанов. Есть рестораны с белыми... С белыми... С катертями, там, глинтвейные, ринвейные, там, рюмки и фужеры, все это прочее есть, конечно. Там, столовые, вилки и такие, такие, такие. Но я никогда не видела там музыку, чтобы... Может быть, где-то есть. Может быть, где-то есть, вот на каких-то островах. Вызов полиции. Нет, полиция бесплатная. Военка. А кто такая военка? Не знаю. Я вообще русский. Я вообще не смотрю русские. Каспы. Ну, если кто придет, вы можете их застрелить. Да. Да. Если кто-то придет, я не могу человека застрелить, который ко мне придет. Но если кто-то будет ломиться мне в дверь, например, ну, допустим, я ночью сплю. И вдруг кто-то проникает ко мне в квартиру, я вижу чужого человека, который не должен... Я просто могу застрелить человека, мне за это ничего не будет. Ну. Хотите что-то? Нет, я в России ничего не хочу купить. У меня есть абсолютно все. У меня есть больше, чем все. Я иногда думаю, боже мой, ну что же делать? Ну, вот хочется что-то купить, а что купить? Ну, я не знаю. Вот что мне нужно? Я не знаю. Одежда есть, обувь есть что? Посуда есть. Ну, есть все. Я даже не знаю. А что мне в России покупать? Понятия не имею. Единственное, что я из России привезу активированный уголь, потому что я постоянно... У меня много активировано угля. Да-да-да, уголь активированный. Обязательно, да. Соковыжималку из России. Да вы чего? Из России, в Америке. Тем более, что у нас тут... Там 220 электричества, а здесь 110. Да, уголь, да, уголь. Меховой жилет на зиму. Зачем меховой жилет на зиму? Тут зимы не бывает. Тут круглый год лето. Может быть, и есть уголь в Америке. Как-то я не... Как-то даже я не это... Не знаю, никогда колбасу... Я колбасу не ем. Ой, массаж потрясающий был. Просто я вышла от него. Я вышла от него. У меня же ноги подгибались. Вот такой был расслабон. Сегодня снова пойду. Что на газоборбеку? Не поняла на газоборбеку. Что это иметься в виду? Ничего худного для желудка тут нет. И вообще с лекарствами только... Где? Селедку... Не поняла. Селедку сало. Что селедку сало? Да, возле нас аэропорта. Но дело в том, что даже если в любом месте Орландо везде самолеты летят со всех направлений. И где бы я ни была в городе, везде... Вот в Сэнсклап часто делаю видео, там тоже постоянно пролетают самолеты, хотя это от меня далековато. Потому что они со всех сторон идут. Не пойду я в Россию в СПА. Я не пойду в Россию в СПА. Зачем? Я еще раз говорю. Я не матрешки... Зачем мне матрешки? Мне зачем матрешки? Я еду встречаться с детьми. О каком СПА может идти речь? СПА идут... В Россию СПА идут те, кому нечего делать. Мы просто будем сидеть с детьми. Мы будем ходить в гостинице, плавать в бассейне, ходить в тренажерный зал. Просто будем сидеть в кафешке и разговаривать. С утра до ночи. Детскому дому помогите. А ты сама помогла детскому дому? Меня цены абсолютно не интересуют. Я ничего не собираюсь покупать, потому что мне абсолютно ничего не нужно. Ага, точно. Ты сама как часто помогла. Спасибо за поддержку. У меня зубы прекрасные. Мне делать их не нужно. Я постоянно наблюдаю за своими зубами. Как всегда, вопрос ушел в никуда. Вы лучше. Облака, тропота. И don't feel that you are so old for this. До свидания. До свидания. Кто ты такой? Давай до свидания. Люда, зачем вам программа? Не знаю. Я вас. Что? Прям в России плохо. Таблетки плохие. Люди знают. Это не я, когда-то кто-то пишет. Это кто-то. Это не мои слова. Как ваши друзья? Аня и Катя. Не Аня. Это Аня. Аня и Катя. Катюша скоро приедет. Вы такая терпеливая. Такие тупые вопросы. Вы уже смотрюшки. Это извращение. Я их терпеть не могу. Это не я сказал. Это я читаю. Когда программа выйдет, я не знаю. Черная икра мне не нужна. Я здесь покупаю черную и красную икру. Ребята, я еду. This is a wonderful person. No matter the age. I'm 21. Я хочу купить ваш блог. Смотрю. Открыл Америку. В Америке нет декретного отпуска. Нет. На меня выходите. Да. Выхожу. Ага. Уже. Много русских в Майами. Очень много советчиков. Сделайте в Москве прическу. Зачем? Кому не нравится моя прическа? Я вообще никаких причесок никогда не делала. У меня короткая стрижка. Я намочила водой, сходила в душ, руками причесалась без расчески и все. Иногда гель немножко добавила. Зачем мне прическа? Я тебе не нравлюсь, что ли? А не милая тебе. У меня прекрасная прическа. Я кайфую за своей прической. Опять у меня помолитик. В Москве красота только. И гуляй покупать. Мне удовольствия на что-то. Я, честно говоря, гулять не хочу по Москве, потому что по такому холоду я нет. Навряд я буду даже гулять. Сколько стоит черная икра? Сейчас покажу. Есть школа для русскоязычных? Нет. Нет. Школы есть такие частные, где просто будут обучать языку, но это не школа. Питеру привет. Планы на сегодня. Люди не стыдно вам гадости писать. Заняться больше нечем. Спасибо большое. Я должна была поддержка. Это девочка написала. В номере сеть почему? Мы будем в пятизвездочном отеле. Вы знаете, что... Я, правда, не знаю. В Москве ни разу не было в пятизвездочном отеле. Я была в пятизвездочном отеле здесь, в США. Это просто за пределы гостиницы выходить не надо. Там такой шикарный, вот в нашем отеле, там такой шикарный бассейн, тренажерный зал. Конечно, мы будем куда-то ходить покушать. Конечно, куда-то недалеко. Но я не знаю. Может, на Красную площадь сходим. Я там, кстати, была. Недавно вспомнила, что я, оказывается, была на Красной площади. Оказывается, я была... Видела Ленина. Думаю, с кем же я была. Не могла вспомнить. Долго не могла вспомнить. Я смотрела сайт отеля. Номера божественные, да. В пятизвездочном будет как в шар двузвездочном. Может быть, я когда была в Турции, мы жили с детьми. Я снимала пятизвездочный отель. В этом... Господи, где в Истамбуле? Холл, да, красивый все. Но номера ужасные. Там даже на звезду не тянул. У меня там, кстати, много видео из этих отелей. Один был хороший отель. Но он был далеко от центра города. Я хочу купить мобиль. Мобил Хоум. Я никому ничем не помогаю. Если вы хотите купить, покупайте. Так что я много раз говорю, я никому ничем не помогаю. Спасибо вам за то, что... Спасибо за канал в Ютубе. Пять звезд. Отличные отели. Но я сделаю видео и покажу, как она задолбала. Я ее... Поможешь мне? Иди нафиг. То, почему я детям не помогаю, то еще теперь ей надо помочь. Все, до свидания. Я ее заблокировала. Сходите в ресторан, в гостинице. Москва на четвертом этаже. Ну, растений здесь тоже очень много. Я... Не советуйте, пожалуйста. Я хочу просто сохранить ваше время. Не советуйте. Я сама пойду куда-нибудь. У меня есть своя голова. У меня есть интернет, в конце концов. Гугл. Я могу найти, куда мне пойти, что делать. Спасибо большое. Ага, не говори по прошайке. Сплошные попрошайки. Такие шкодные вообще. Так что, наверное, у меня уже берега постирала. Сейчас пойду повешу и... И пойду. Мобилхом – это передвижной дом, который можно... который можно поместить на машину и перевезти в другое место. Люда, вы помогаете многим. И вы это должны помогать. Информационная помощь. Да, информационная помощь – больше ничего. Перелет очень тяжело. У вас прямой нет. У меня пересадка в Нью-Йорке. Да, сложно, конечно. Очень сложно. Сложно с пересадкой ждать вот эти... Ждать в аэропорту. Ну, я обычно бегу в аэропорту в Нью-Йорке. Я пока, у меня время есть между самолетами. Я бегу, там есть спа, делаю массаж. Ложусь, и мне делают массаж. Скажите, сложно найти мужчину в Ша, молодую девушку. Понятия не имею. Я не молодая девушка, никогда не искала мужчину здесь. Не знаю. Лететь через океан. Да, изнурительно. Это 8-9 часов в самолете сидя. Обожаем, когда вы снимаете видео с ваших поездок. Спасибо большое. Все, ребятки. Спасибо вам громадное за внимание, за любовь, за ласку. Информация – это все. Да, и да, красота. Как погодка? Добрый день, позитивная. Спасибо, я позитивная. Спасибо за счастье. Я вам тоже желаю счастья. Все. Все, пошла стирать. Фу, стирать. Пошла вытаскивать белье. Я в сушке никогда белье не сушу. У нас есть... Ну, тут везде у всех. Тут обязательно стиральная машинка и сушильная машинка. Так же, как в каждом доме. В моем доме тоже, кстати, есть машинка для мытья посуды. Но я никогда... Я категорически против машинки для мытья посуды. Если я что-то готовлю, я тут же ручками все-все-все перемыла. Это специальное средство для мытья посуды. Я никогда не пользуюсь. Не знаю, почему. Вот у меня как-то... Мне кажется, это цех же лишний. И я никогда не сушу белье в сушилке. Я всегда... Вот сейчас такой ветерочек. Сейчас я все повешу. И оно будет пахнуть свежим воздухом, ветерком. Он, оно как развивается. Я, когда приехала сюда, уже говорю, не буду сушить. Никогда не буду сушить. Потому что все равно от сушки какой-то запах идет. Туда добавляют какие-то такие салфеточки. Салфеточки такие с хорошим запахом освежитель воздуха. Плюс, когда я стираю белье, я добавляю стиральный порошок жидкий. И специально такой фабрик софтнер, чтобы мягче было белье. И тоже с определенным запахом. Я, честно говоря, добавляю. Когда его слишком много, вот на ветре выветривается, остается такой вкус, запах такого чистого белья. Хотела уже уйти. Вы, наша радость, и даете свое внимание, тепло. Спасибо, вы тоже, моя радость. Я тоже от вас теплюсь. Всегда. 25 часов эфира. Народ, прости, будь с нами. Не уходите. Спасибо вам за эфир. Вам спасибо большое за участие в эфире. Скрасили мое ничего не делание. Все. Все. Всех люблю. Целую. Будьте счастливы. Самое главное, берегите себя, будьте здоровы. Все. Теперь опять проблема, как его выключать. Свайк-даун. Все. До свидания, до свидания, до свидания.